Так выглядит маленький, еще нерожденный человечек. На восьмой неделе беременности его рост уже 2 сантиметра. У него видны ручки и ножки. Именно на этом сроке совершается большинство абортов. Ужас происходящего усугубляется тем фактом, что при операции малыш отворачивает голову от болевого стимула или закрывает лицо ручками. Перед выбором, сохранить жизнь ребенку или нет, оказываются разные женщины. Те, для которых эта беременность оказывается нежеланной, чьи мужчины не готовы разделить радость материнского счастья, девушки, которым он будет мешать делать карьеру, и те, для которых дети становятся материальной обузой. Как говорит заведующая женской консультации, социальный фактор в первую очередь влияет на выбор женщины. Конечно, женщина или девушка, будучи не замужем, учитывая опять-таки социальные условия, то, что нет мужа, то, что одна она должна будет в последующем воспитывать ребенка, это материальные, социальные факторы, которые ее к этому подводят. Поводом для нее служат – это социальные и материальные затруднения в ее личной жизни. Любовь, страсть, желание быть с одним молодым человеком навсегда. Тогда юная Сабина не задумывалась о том, что романтика может закончиться так трагично. Первый раз, когда я забеременела, мне было 17 лет. Когда мой молодой человек узнал о беременности, он не захотел продолжать отношения, взять ответственность за ребенка. Так как я сама тоже была молодая, я решила сделать аборт. Как показывает статистика, в Каспийске за последние полгода было зарегистрировано 210 абортов. Из них 102 после разговора с врачами отказались от своих намерений и решили сохранить беременность. Числа, общее количество обратившихся за направлением на аборт по Каспийску за полгода было 210 человек. Из них 102 приняли решение пролонгировать беременность после беседы с врачом. Многие девушки не задумываются о страшных последствиях после совершения аборта. Стоя перед таким выбором, они навсегда остаются с психологической травмой и могут услышать самый страшный приговор – бесплодие. Решение идти на аборт – это для женщины стресс, для каждой женщины стресс. Это и морально ее, тяжело для нее морально решиться на это, психологически очень тяжело. И риск, угроза для состояния здоровья. Воспалительные заболевания внутренней стенки матки, септический шок и даже летальный исход. Все это и не только, как утверждает Зарима Касумова, может стать осложнением после перенесенного аборта. Бесплодие, во-вторых, воспалительные заболевания внутренней стенки матки, хронический эндометрит это может вызвать. Потом бывает вплоть до септических состояний женщины. То есть, постабортный эндометрит переходит в, может перейти в септиз, заражение крови. И септический шок, и даже, может быть, летальный исход у женщины. Нередки случаи, когда женщины самостоятельно дома прерывают беременность, совершают так называемый криминальный аборт, что само по себе чревато осложнениями для здоровья. Врачи в женской консультации проводят профилактические работы со всеми будущими матерями и предупреждают, что при соблюдении контрацепции женщина может избежать нежелательной беременности. К нам после попыток самостоятельного медикаментозного или инструментального аборта, после попыток самостоятельного прерывания искусственного в домашних условиях, это тоже чревато. И, как правило, они уже поступают к нам с осложнениями, с кровотечением. Поступают экстренно в стационары. Чаще всего по этой программе получили, по программе профилактики абортов, получили бесплатные оральные контрацептивы. И все женщины, которые к нам обращаются с целью лекарств на предохранение от беременности, они все бесплатно, без всяких проблем получают оральные контрацептивы. У нас перечень этих контрацептивов, очень большой диапазон этих лекарств. У нас очень много лекарств, и на винет, и линдинет, и медиана, и даже для кормящих у нас есть локтинет. Прошло уже много лет, и теперь взрослая героиня нашего сюжета – счастливая мама. Но тяжесть души и боль воспоминаний после перенесенного аборта навсегда останется в сердце. Прошло много лет, я вышла замуж, и долгое время не могла забеременеть. Мне пришлось много лечиться, но потом я забеременела, родила девочку. Потом я узнала, какое это счастье ребенок, и какую я ошибку сделала, что я сделала аборт тогда. Да. Потому что, во-первых, это является большим грехом, во-вторых, все равно это невозможно забыть. И хотел бы еще сказать, чтобы хотя бы старались не забеременеть, так как для этого существует много способов, чтобы не делать аборты и последствия, чтобы плохие не были. Истинкт материнства заложен в каждой женщине. Почувствовать тепло своего ребенка и сохранить его жизнь является весьма важным. Обращаясь ко всем девушкам, Зарима Магомедовна просит каждую соблюдать осторожность, а мужского населения нести ответственность за возможное появление новой жизни и не подталкивать их на убийство нерожденных детей. Шахнабад Кулиева, Анвар Курбан Магомедов. Новости Каспи-ТВ. Ранней половой жизни, как правило, приводит к вынужденному искусственному прерыванию беременности при ее наступлении. И хотелось бы, что, учитывая и менталитет, и все, и чтобы девочки воспитывались в семье так, что они взяли, как правило, начало половой жизни после законного супружества. А в целях профилактики искусственного прерывания беременности хотелось бы участие, чтобы принимали мужская половина тоже. Хотелось бы, чтобы они тоже принимали методы контрацепции, учитывая, что они тоже ответственны за искусственное прерывание беременности женщины. Своей второй прекрасной половины. Они должны брать на себя ответственность за ее здоровье и за контрацепцию, так же, как и женщины.